Моя мама умерла, когда мне было 11. С тех пор я жил на улицах, роясь в мусоре в поисках пропитания. Это было нелегко, но мне больше некуда было идти. Трудно жить на улице, когда тебе только 15. С самого рождения моя жизнь была суровой. Отец сильно пил, порол меня ремнем. Потом бросил нас с мамой, когда мне было всего 3 года. После него остались только неоплаченные счета и пряжка от ремня с его инициалами. Д.Р. Дон Роуз. О, Господи. Я ношу эту пряжку как напоминание о том, что никому нельзя доверять. У меня не было ни друзей, ни будущего. Но меня это не волновало. Я просто хотел собрать свои жестянки и убраться оттуда, пока эти ребята не вернулись. Тогда-то я и нашел его. Старый журнал в отличном состоянии. Я подумал, что его можно выгодно продать. Спасибо. Мистер! Мистер! Чего тебе? Сколько вы мне дадите за это? Ты украл его? Нет. Нашел, честное слово. 10 долларов. 20. И вон тот сэндвич. Договорились. Никогда тебя раньше не видел. Где ты живешь? Где придется. Как же ты стал бездомным? Можно мне просто получить деньги? Конечно. Как тебя зовут? Винни. Родители есть? Только мама, но она умерла. Наконец-то болтовня с продавцом закончилась. Но чем-то он мне понравился. Эй, парень! Мне не помешал бы помощник. И? Я предлагаю тебе работу. Ну и что же мне светит? Работа тебе светит. Дог дал мне денег и велел пойти купить новую одежду и помыться. Потом он стал учить меня о работе продавца газет. Как давать сдачу? Как делать заказы поставщикам? И какие вещи имеют ценность, которые не измеряются в деньгах? Доллар. Это не продается. За всю мою жизнь со мной никто не обращался так хорошо, как он. Через некоторое время я стал так хорошо справляться с делами, что док стал оставлять меня одного. Раз в неделю он отлучался на пару часов. Говорил, что у него есть дела. Но он никогда не рассказывал мне, что это за дела. Положи на место. Что я должен положить? Ты украл сигареты. Вы слышали? Он назвал меня вором. Не слыханно. Слушай, просто положи сигареты обратно, и я не буду вызывать полицию. Ты знаешь, чего не хватает в твоей внешности? Отпусти его. Отпусти его. И что ты собираешься сделать, старик? Отпусти его. Дядя Спятил, сваливаем. Прости меня. Я подвел тебя. Не переживай. Ты все сделал правильно. Испугался? Я пойду уберу. На следующий день хозяин снова отлучился. Я был рад, что он по-прежнему доверял мне. В этот раз прошла целая неделя, но от него не было никаких вестей. Я беспокоился, но не знал, куда звонить и где его искать. Ты Винсент Роуз? Да, а что? Я Эдисон Монтгомери, адвокат ДОКа. У меня для тебя плохие новости. Что? Где он? Полгода назад у него обнаружили опухоль мозга. Он... Он умер вчера во время операции. Он просил меня передать тебе это, если он не выживет. Он был хорошим человеком. Дорогой Винни, когда я впервые тебя увидел, то сразу понял, кто ты. Ты носил пряжку от моего ремня. И мне стыдно признаться, что именно этой пряжкой я бил тебя, когда напивался. Я твой отец. В прошлом я совершил большую ошибку. Теперь я хочу ее исправить. В этом конверте ключ от сейфа в банке Монъеменбэнк. Там документы на этот киоск и 50 тысяч долларов. Все, что у меня было в этом мире, теперь принадлежит тебе. Я люблю тебя сам. И прошу прощения за то, что снова покинул тебя. Дон Док Роуз. Твой отец. Твой отец. Монъем. Продолжение следует...